Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы записываем модерацию на Сабиршоке. Уже два месяца её не было, а просмотры-то большие, и поэтому нам нужно продолжать. Сегодня мы будем смотреть тикеты с главным модератором на Сабиршоке, руководителем техподдержки. Это Владислав Гуров, или же Iron T. Всем привет. Да, да, ребят, знакомьтесь. Это человек, который был недавно игроком, который... Сколько потратил часов уже на наш проект? Если брать игровое время, то 1080 часов. Этот человек настолько был активным игроком, что он стал его частью. Это отличный кейс, это отличная история. Спасибо большое Владу за его вклад, и поэтому сегодня в ролике он будет. И, скорее всего, во всех последующих роликах модерации он также будет присутствовать. Сегодня нас ожидает большое количество тикетов. Может быть, на нашем сервере есть читер, может быть, какой-то токсик, А может быть, очень-очень интересный персонаж, который что-то делает не так, нарушая правила Сабиршока. А у нас правила есть. Да, у нас есть правила. Они у вас на экране сейчас. Давайте я вкратце расскажу, что такое Сабиршок. Сабиршок — это мой проект, который мы открыли два года назад, ну или почти два года назад, где люди тренируются, разминаются, развлекаются на наших серверах. Там открыт голосовой чат, поэтому люди могут друг друга обсирать. Мы это пытаемся уменьшать в количестве. Там могут подрубать читы, потому что мы открыты для всех игроков. У нас есть даже нон-прайм сервера. Поэтому это все надо модерировать, чтобы все было бы красиво, чисто и прекрасно. Для этого есть модераторы. У нас их 150. Чуточку меньше. Сейчас чуть меньше 100. Но сейчас будет набор, и будет гораздо больше. Кстати, ссылочка на набор будет в описании, если вы хотите стать модератором. Если вам понравится то, что мы сейчас будем делать, если вам нравится вот этот процесс, то становитесь счастью. Это волонтерская работа. Не рассчитывайте на то, что здесь можно зарабатывать. Пока мы стартап, ни о каком заработке речи не может идти в таком количестве модераторов. Спасибо каждому, кто не забудет поставить лайк. Мы начинаем прямо сейчас. Погнали смотреть тикеты. Прямо сейчас мы на страничке онлайн-модерации, где показан список модераторов, которые прямо сейчас занимаются тикетами. Принимают, осматривают, банят. Я хочу стать частью этого списка, поэтому нажимаю на кнопку «Встать на прайм», и у меня открывается возможность репортить, банить, обжаловать и никого не трогать на проекте saibyshock.net. Пришел тикет на персонажа Гиперполина «Причина бэхопа». Давайте посмотрим, как там чел прыгает. Я сейчас, получается, иду смотреть за Гиперполиной. Я прописываю хайт. Хоть я и уже спалился, что я на этом сервере. И со мной уже общаются, но я делаю вид, что я их не слышу. Так, мне передали информацию о том, что этого персонажа зовут Водочка, и у него есть бэхоп. Давайте смотреть. Он пытается что-то сделать. Пытается. Как вы можете заметить, первое, что мы увидели, это как он пытается красиво прыгать, двигаться по карте. Означает, что мы пришли не просто так. Ну, давай, у тебя сейчас ситуация, ты можешь пойти быстренько на сити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было подозрительно. Да, это было подозрительно, что он получился. Первый бэхоп, который мы видим, что он у него получился. Да, получается. Смотри. Застопился. Поехал. Он делает 2-3 прыжка и на этом заканчивает. Нужно больше. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Влад. Я видел, да. Это можно вызывать. Вызываем на проверку. Добрый день, Водочка. У меня есть подозрение о том, что у вас есть бэхоп. Поэтому вы либо получаете прямо сейчас бан навсегда, либо мы проверяем ваш компьютер на наличие бэхопа. Мне надо было до конца. И вы не... Он был сити. И у вас есть право обжаловать этот бан. Хорошо. Давайте проверим. Давайте проверим. Идем проверить пока, правильно? Интересно. Что? Идем проверить пока? Да. Хорошо, я вас вызываю на проверку. Получается, вы подозреваетесь в использовании приложения, так сказать, чита под названием бэхоп. Возможно, это бэхоп отдельно, а возможно, это прям чит. А возможно, вы самый честный и добрый игрок, которого подозревают какие-то ганилые люди. Давайте включим ваши экраны и посмотрим, что у вас на ПК. АХК. АХК. Это было скачано сегодня? Ну да. Но у меня не включился. О, тебе не включился? Да. Бэхоп, фазум. Это бесплатно, брат, скачал? Да, я проверял. А зачем? Зачем? Все же хорошо. Ты же хороший мальчик. Зачем тебе играть с читами? Ниже есть архив автобэхоп. Да, у тебя еще ранее в этом году был скачан автобэхоп. То есть еще волхак там написан. Дружище, ну добрый день. Ну кому, 13 лет, Киров. Ты получаешь бан навсегда. Ну я на год. На два года. Может быть, простим его? Может, за два года он исправится? Давай на два года дадим ему бан. Подожди, а если человек реально перевоспитался? Давать навсегда бан, получается, мы его полностью исключаем из варианта быть игроком из Амиршока. А что если дать временно на два года? Давай, дружище, мы на тебе сделаем эксперимент. Попробуем тебя забавить на два года. Возвращайся через два года. Но не создавай нового аккаунта. Давай, удачи тебе. Просто задумайся о том, чем ты занимаешься, дружище. Чем ты занимаешься? Что за стыд? Все, давай, спокойно ночи. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас режим паблика. Категория он не мираж. И информация о тикете. Он читак. КД у него 11 на 2. Знаете почему? Потому что он никуда не выходит. Он играет в своей зоне и не крейсирует вовсе никак. Но сейчас это было очень близко. Неправильная граната. Пытается, пытается отслеживать, что творится на шорте. Простреливает то, что не может быть прострелено. У него КД только из-за того, что он не выходит никуда. Он просто на своей территории. А недостаточно доказательства или же нет нарушения? Давайте нет нарушения. И мы идем дальше. Арена. Читерство. Кто же у нас нарушает? Каждый раз выходит и без инфы дает голову. Ну, на аимках там, по сути, инфа и не нужна. КД 079. 20 часов он сыграл на Сайбершоке. Пока двигается неплохо. Мне нравится. Двигается не как бот. Хорошо бивает. Тут инфу, понятное дело, знать не нужно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, сейчас смотри, какой же он слабый, чувак. И предлагаю отметить его тикет как недостаточное доказательство. У нас нет тикетов, но есть репорты. Нарушение правил. Опять же ретейк и какое у нас АФК. Ну, ладно, давайте быстренько разберемся и объясним, что так делать не стоит. Ну что ж, мы зашли на сервер и он стоит АФК. А, давайте его переведу просто в наблюдатели. И на этом наша работа заканчивается. Нарушитель был наказан, допустим, так. Так, заходим сейчас. Ребят, тикет на токсик на карте Домираж РТ классик. Давайте посмотрим, насколько там все токсично. У этого парня 35 тысяч килов на Саби-шоке. Почти 400 часов. Плюс у него была когда-то премка и 10 левел на Саби-шоке. Короче, это пятитысячное место на проекте. Он не такой уж и старенький. Мне как-то его будет жалко банить. Но если нарушение есть, это не избежать. А чем вставать в пауз, пацаны? Ну это же бесполезная позиция. О, пошел, пошел процесс. Один молик, ты все, юзли. Там ванвай в коне, ванвай в коне, ванвай в коне. Ладно, я считаю, что есть смысл просто его позвать в наблюдатель и сказать, что так делать не стоит. Типа, это не особо людям нравится. И все, на этом нет смысла продолжать. Добрый день, Аза, коллег Акен. Здравствуйте. На вас поступили тикеты за Токсик. Большая просьба учесть тот момент, что вы играете на сервере, где кроме вас сидит еще и большое количество людей. И некоторым людям не понравилось то, как вы обзываетесь, либо слишком эмоционально в игре. Имейте, пожалуйста, уважение к персонажам на сервере. Буду стараться хорошо. Спасибо большое, приятной игры. Это уже следующий день, и прямо сейчас мы продолжаем делать проверку игроков на Сабиршоке. Нарушение правил на экзекьюте. Только не АФК, только не АФК. Оскорбление родителей. Он уже получил огромное количество тикетов, и все они связаны с Токсиком. Оскорбляет родных, рашует правила, ругается матом. Оскорбительное поведение, он постоянно байтит. Токсик, тролл, ты в ногу попал? АФК, Токсик, блочит. Оскорбления семьи у самого нету, наверное. Читер, режет. Дурак, стреляет по своим, делает дерьмо. ВХ, мешает играть, и стопит, режет. Что это за человек? Сколько муалеты? Какой вообще этот человек? Кто ты такой? 1300 Л, 300 часов на Сабиршоке. Заходим в наблюдатели. Нас никто не должен видеть. К сожалению, мы посмотрели много раундов, и ничего не было от него сказано. В микрофон вовсе. Поэтому мы уходим с сервера, и никакого нарушения мы не заметили. ВХ не играет на 300 часов, каждый килл при фарме. Нарушитель у нас Danger Chill, 600 Л, 123 КД. Ну, пока это выглядит более-менее обычно. Читерство. Ретейк. Так, нарушитель у нас кто? Торщук. Мне не нравится название этого тикета. Ну, допустим, что персонаж у нас впервые играет, и, возможно, возможно, не совсем понимает, как кидать тикеты. Давайте посмотрим, что творится на сервере. Торщук у нас играет на первом месте. 36 на 20. КД 1,85. Пинг 5. Все очень хорошо. И, кстати, парень из Новосибирска. Пинг у него пятерочка. Давайте посмотрим, как он играет. Убивает. Ой. Кстати, вы сейчас видели, как он навелся. Ой, а ты что делаешь? Так. Это смахивает неспортивно. Да, конечно, конечно, конечно. Он до сих пор это делает. Как зовут персонажа? Сарвин. Управление игроками. Кикнуть игрока. Неспортивное поведение. Вот это, конечно, слишком, слишком быстрый кик. Мне кажется, это самый быстрый за всю историю. Сейчас черрики думают, что на собесоке модератора работают постоянно на каждом сервере. Пожешь проверим его? Можно. Добрый день, молодой человек. По имени Турщик. Вы подозреваетесь в использовании соброченного программного обеспечения. А я вас загрешаю на проверку. Пока. А-а-а, фурора. Ну да. Ну да, ну да. На самом деле я не верил, что ты с подругом. Мы просто по приколу тебя хотим проверить. Не-не-не. Типа я могу скачать его, увидеть, что у меня подписки давно нет. Да нет, дружище-то ты чего? Что-то имеется. В ролик-то попаду, нет? Да. О, с кайфом, спасибо. Давай. Ой-ой-ой, чувак, слышишь? Я зашел у нас сейчас на тикет, там просто лютое творится. Короче, он больше ничего не показывает, потому что он понял, что здесь я. Я уверен, что у него есть подруг, я ему где-то на него проверку. Я просто верю, потому что, когда я зашел на сервер, он успел спалиться. Добрый день, молодой человек. Добрый день. Ну как так, зачем? Что как так? Вы так хорошо играете. Ну, так лучше. Включайте экран. Сразу скажите, есть у вас какие-то запрещенные, запрещенные полоскрипты, читы? Нет. Хорошо. Ничего нет. Нет, так по кайфу заснулся сейчас на кресле. А вы меня звали? Нет. Ладно, он чистый. Мы в процессе. Хорошо. Спасибо за игру в ссоры, за потраченное время, давай. Все хорошо. Спасибо, давайте. Давай. Сколько проверка занял времени? Ну, минут 30, наверное. Я, чувак, я заснул на кресле. Это забей. Я тоже, я вот не люблю такие проверки, когда вот прямо ничего нету. Вызвали человека и уже думаешь, настроен сейчас что-то найти от всей. Ищешь, ищешь, а ничего нету. Читерство. А, XB на S. Это что такое? Найти кугол. Чит. Читы. А, давайте посмотрим. Нарушитель у нас мистер Пропер. Мистер Пропер. Читы. Так. У него счет 3 на 9. И даже здесь очень плохое. Здесь 0,33. Я не знаю, каким боком его кто-то мог бы вообще зарепортить. Его зарепортил игрок по имени Ловили. А вот он. Шок. Он сказал шок. Да, 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 он так сказал. А, так это байт какой-то. Ха. Ну, тут оскорбление было. Я вот за оскорбление буду собирать. Повторите, что вы только что сказали. Я тюймал. Ловили, столько вам годиков. Ты сделай прокатик только. Увышел сервером, да? Да. Там можно повыше шагов. Да, мод выдался. Все отлично. Отлично. Принятик. Реклама или обман? Это тикет от премиум игрока. Нарушитель у нас человек по имени КС Гуран. Он вышел в сервер. Просто шикарно. На этом мы и закончим.